Как и многие другие города Крымского полуострова, Симферополь полон разными архитектурными, историческими зданиями, у которых своя незабываемая история. И вот об этом мы сейчас поговорим, потому что у нас гость. Кто же? Да, у нас сегодня в студии Кирилл Бабеев, архитектор, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым. Итак, чувствую, что сейчас много будет интересных подробностей. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как ваше утро? Я хочу традиционно спросить, как у вас настроение? Все нормально. Значит, можно переходить к фасадам, ведь о них же мы будем говорить с вами. Пожалуйста. Итак, с чего возникла идея сделать все фасады столицы полуострова в едином стиле? Ну, на самом деле, наверное, такая довольно серьезная тема для утреннего эфира. Надеюсь, наши телезрители готовы. Мы постараемся пообсуждать, да. Безусловно. Такая идея, да, оговаривается на полуострове уже не первый год, но тут есть определенные нюансы. Каждому архитектурной эпохе соответствует какое-то свое архитектурное направление или стиль. Да, поэтому говорить о приведении всех именно фасадов к единому стилю, ну, на мой взгляд, не очень правильно. Тут, наоборот, город ценен тем, чем больше у него каких-то составляющих, чем больше отпечатков истории он имеет на своих улицах. Поэтому при разговоре о приведении фасадов зданий к единому стилю я бы все-таки склонялся к введению единого дизайн-кода. Дизайн-код – это такой документ, который регламентирует застройку и прописывает определенные правила и нормы работы в тех или иных зонах. Если мы берем, допустим, исторический город, там одни правила застройки. Если это центральная часть города, там другие правила застройки. Если это периферия, там Маршала Жукова, Москальцо и так далее, там абсолютно другие правила застройки. И вот как раз благодаря грамотной компоновке вот этих вот составляющих можно получить интересный живой город. То есть это все касается застройки, которая будет в перспективе. И все-таки хотелось бы поговорить о тех зданиях, о той архитектуре, которая у нас уже сейчас есть. Все-таки можно ли говорить… Вот насколько я понимаю, сейчас это все в перспективе, в планах. И тем не менее, будет ли архитектура как-то меняться уже у тех построек, которые сейчас находятся? Ну, мы слышим, опять же, заявление определенное, что… Слышим и видим пример Калининграда, когда, допустим, хрущевскую пятиэтажку задекорировали под какой-то бюргерский такой домик, сделав там фронтоны, навесив на него какие-то определенные исторические элементы. Вот. Но нужно понимать, что это частный случай. Может быть, в Калининграде он смотрится и органично, и в единичном исполнении. Если мы представим весь район, который будет представлен в таком виде, ну, наверное, будет перебор. И тут, опять же, нужно понимать, что у каждого региона какая-то своя определенная история, своя архитектурная составляющая. Поэтому чисто брать в чистом виде калининградский опыт и переносить его на Крым, мне кажется, не совсем было бы логично. Тут надо разобраться с нашей историей, с нашей архитектурой, ввести какой-то свой архитектурный язык, да, и вот разрабатывать именно так. Много примеров существует в странах Восточной Европы, где как раз успели понастроить подобные здания, да, массового жилого домостроения 60-70-х годов. Вот у них те же проблемы, например, Чехия, Польша, в Праге очень много таких построек в пригороде, и они немного по другому пути идут. Они сохраняют структуру здания, структуру фасада, привнося лишь какие-то новые элементы в виде остекленных балконов безрамных, в виде современных энергоизберегающих стеклопакетов и так далее. То есть сам образ здания остается такой, как он был задуман, да, авторами своей эпохи. Это же интересная коллаборация получается, и вроде как есть старый стиль, и вот такие вот технические новшества, да, как вы говорите, батареи. Вот смесь прям интересная получается. Архитектура должна соответствовать своему времени. Сейчас довольно странно смотрятся объекты, которые новые, построенные сегодня, но копируют приемы средневековой или архитектуры эпохи Возрождения. Поэтому желательно, конечно, говорить тем архитектурным языком, который сложился именно сейчас. Скажите, а в Крыму, в России, вообще в мире какие архитектурные направления, направления фасадов, быть может, сейчас популярны, и что людей интересует больше? Ну, мы живем в такой постмодернистскую эпоху. Как правило, стиль, он формируется, и можно о нем говорить, по прошествии хотя бы там полувека, да, когда уже сформировались какие-то принципы и так далее. Сейчас мы, ну, сейчас модернизм, постмодернизм, это четкие, понятные формы, большая площадь истекления. В принципе, сейчас действуют в современной архитектуре те принципы, которые заложил Олег Арбюзье в 50-х годах. Это так называемые пять принципов архитектуры. Я думаю, что мы не будем на них останавливаться, это превратится в лекцию. В 50-х годах заложил, как вы сказали. Да, сейчас до сих пор мы эксплуатируем те принципы, которые заложены полувека назад. Ну, значит, в перспективе уже скоро что-то новое должно появиться? Если вы говорите, да, 50 лет должно пройти? Ну, появляются новые, допустим, сейчас новый тренд на экологичные здания. Также такой до сих пор играющая пластинка параметрической архитектуры, когда какие-то параметры заводятся в модель, и архитектура формируется не зодчим, да, как это было раньше, а компьютер выдает какие-то формы. Мы будем надеяться, что так и будет, что развитие не будет стоять на месте. И мы благодарим вас за такую увлекательную беседу по поводу важного вопроса, хоть и в утреннем эфире. И напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Кирилл Бабеев, архитектор-председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым.